Ребятушки, рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я хочу поделиться с вами методами борьбы с мышечной закрепощенностью. Если вы давно тренируетесь в тренажерном зале, если нарастили какую-то мышечную массу или просто постоянно занимаетесь тяжестями, то ваше тело приспосабливается к этому и оно становится менее подвижным и менее резким, менее склонным к каким-то взрывным усилиям. Вы становитесь более зажатыми. То есть появляется вот эта самая мышечная зажатость, закрепощенность. Как с ним бороться, вы узнаете в этом видео. Смотрите дальше. Погнали со мной. Продолжаю вещание с джунглей Киева. Обожаю прогуляться по лесу, подышать свежим воздухом. Спасибо вам за это, потому что записывая свои видосики, для меня это лишний стимул пойти прогуляться в лес и подышать свежим воздухом, которого сейчас маловато в больших городах, мегаполисах, миллионниках. Я живу в Киеве. Вы знаете, что это за город, насколько он большой. Конечно, не Москва, но город очень большой. Так, давайте же поговорим о том, куда же берется эта мышечная закрепощенность. Если вы тренируетесь в зале, то ваше тело вынуждено приспосабливаться к этим высоким нагрузкам, к этим мышечным высоким нагрузкам. И чтобы нормально и безопасно для организма это все происходило, то есть не травмоопасно, ваш организм вынужден приспосабливаться тем, что появляется вот эта закрепощенность, мышечная, скажем так, зажатость. Ваши мышцы становятся более короткими, они становятся более мощными, короткими, и благодаря этому, собственно говоря, есть такая вот мощь у вас в тренировках. То есть это, вот представьте себе паворолифтера, да, как он выглядит, который большой такой паворолифтер. Скорее всего, это малоподвижный такой шарик, который держит какой-то постоянно в одной и той же позе находится, руки в стороны. И вот эта вот поза говорит о том, что у него тело максимально настроено на силовой паворолифтерский лад. У вас может возникнуть нормальный вопрос, абсолютно логичный. Так может быть, это нужно телу, да, и не нужно с этим бороться вообще. То есть тело должно быть закрепощенным, если ты качок. Нет. Если ты реально непрофессиональный паворолифтер, ты можешь легко совмещать тренажерный зал, например, с короткими боксерскими занятиями на мешке. То есть, что я предлагаю? Я предлагаю вам делать короткие тренировки на боксерском мешке, которые вы увидите в конце этого видео. Вот эта мышечная зажатость, с ней нужно бороться. И обязательно нужно бороться. Ее нужно легко убрать, просто добавив себе определенные упражнения, воспользовавшись, скажем так, моей методикой, которую я использую. И вот эта мышечная зажатость, она у вас начнет уходить. Мне не нравится, когда мое тело, оно медленное. Я не стремлюсь к тому, чтобы я стал максимально большим, чтобы я максимально зажатым. Мне нравится, когда я резкий, когда я могу быстро что-то сделать, когда я подвижный, когда у меня подвижный плечевой сустав. Это все невозможно, если вы закачан. Поэтому закачанными вы можете быть, даже если вы не очень большой. То есть если вы можете весить сколько угодно, и вы можете иметь мышечную закаченность. Просто ваши мышцы из-за нагрузки к этому привыкнут и приспособлюсь к ним. Смотрите, ребятушки, почему я вам предлагаю работать на боксерском мешке, почему психологическое право вам имею об этом вообще рассказывать. Я не боксер, я боксом никогда не занимался, ни профессиональным, ни любительским. То есть я не занимался на боксерском ринге, никаких соревнованиях не участвовал, ни в школе, никогда. Но меня судьба свела с очень непростым человеком, с очень интересной личностью, очень сильной личностью, очень мощной. Это мой друг, ему уже около 50 лет. Это малоизвестный боксер, но этот боксер, который был первым украинским боксером, который поехал на профи ринг в Америку. Он прожил в Штатах около 15 лет, сейчас он находится в Украине. Я не буду называть его имени, даже и фамилии. Это не имеет значения. Люди, которые в мире бокса, они знают о ком я говорю, которые давно уже в этом мире бокса. К слову скажу, что он начинал вместе с Клычком Старшим. Знает и Клычка младшего, и Владимира Клычка, и Виталия Клычка. И он был первым, который до них поехал в Штаты боксировать на профи ринге. Он провел там несколько боев. У него не получилось это сделать так успешно, как, конечно, у братьев, которые приехали потом позже, после него пробивать путь украинским боксерам в Америку. Но он там был, на профи ринге. Он выступал в супертяже, то есть это вес больше 120 килограмм у него, по-моему, выступающий. В среднем у него вес вообще 130 килограмм, 125 килограмм, 134 килограмма. То есть это очень большой, очень большой мужик, рост на где-то метр девяносто пять. Вот. Мне повезло, судьба меня свела, что я с ним позанимался больше трех лет. Это три года персональных тренировок с этим боксером. Он чемпион. Он действительно учил мне интересным вещам. И поставил мне руки на место. Хотя до этого я занимался и рукопашкой. У меня есть пояс подзидо. Это еще с детства длится. Мы еще пацанами были, мы ходили, занимались борьбой. Очень круто было. Школа кемпо, дзидо и самбо. Нам там ставили типа руки, скажем так. Типа мы думали, что мы что-то умеем. Но когда я начал заниматься боксом с боксером профессиональным, я понял, что бью я как девочка. По лапам. Когда он, 125 килограммовый боксер, держал меня на лапах, вы знаете, я бил по этим лапам. У меня такое чувство было, что он бы мог в это время спокойно есть, не знаю, там, суши или газету читать. Я вообще его никак, его это никак на него не влияло, мои удары. Самые мои мощные удары, он просто стоял спокойно, он даже не двигался. И это я вес в то время 70 килограмм, где-то 67-70 килограмм мой вес был всегда. При росте 185 сантиметров. То есть дрыщ. Но тренер мне всегда говорил, когда я с ним занимался, постепенно я начал, конечно, наращивать свою силу удара, скорость удара в первую очередь, а не силу удара. Постепенно, постепенно мои руки стали на место. И это процесс не быстрый, ребята. Если вы думаете за один видосик, за пару видосиков этому научиться, это не получится. В планах у меня есть сделать для вас курс. Рассказать то, что умею я, рассказать то, что умею я, на том уровне, на котором умею я, рассказать вам в своих видосах. Потому что есть боксеры, которые этим занимаются всю жизнь. Наверное, они все-таки, скажем так, в этой области большему могли бы вас научить. Но все равно я хочу передать тоже свой опыт вам. Мне не жалко, я с ним поделюсь в будущем, но это будет, не знаю, в ближайшие полгода, не раньше я смогу заняться такими видосами, записать этот курс обучающий. У меня есть такая вот идея по боксу для вас. Просто на любительском уровне, для себя, для того, чтобы правильно бить по мешку. Поэтому в этом видео у меня не стоит задача научить вас боксу. Но я хочу дать просто рекомендации, просто дать вам советы, чтобы вы элементарно не травмировались в тренажерном зале. Потому что если я вам даю какой-то инструмент, мне приходится еще и объяснять, мне не сложно, просто мне не жалко, я могу с вами поделиться этим. Но мне нужно с вами пояснить некоторые нюансы просто по технике безопасности рассказать хоть минимальную базу. Иначе не смысл об этом вообще говорить. Поэтому я буду с вами делиться в этом видео секретиками и дам вам какие-то рекомендации базовые. Вернемся к тому, как я с ним начинал работать, с моим тренером по боксу. Когда он мне начинал ставить руки, я тренировался параллельно в тренажерном зале. Скажем так, натихаря. Потому что он мне говорил, я просто начал этим заниматься, ребята, с 16 лет. С 16 лет я тренажерки, я недавно подумал, что я уже пол жизни провел в тренажерных залах. Мне сейчас 32. С 16 лет я первый раз пришел к качалку, в школе еще. И с тех пор я ее не бросаю, понимаете? О каком сроке я вообще говорю сейчас? Это 16 лет, это пол моей жизни. И я достигал разных уже результатов тренажерки. Я довольно до очень больших весов доходил в своей весовой категории. Возвращался опять к маленьким. Были у меня и травмы колена. Об этом когда-нибудь вам расскажу. Ну а сейчас я на пике своей формы, тренируюсь отлично. Мне это до сих пор в кайф, мне это все нравится. Поэтому я тренировался и параллельно занимался боксом с ним и качалочку ходил. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому тренируясь с моим другом по боксу, я параллельно все равно ходил качалку. Почему натихаря? Потому что тренер мне всегда говорил, что не нужно качаться, если ты занимаешься боксом. Он сам, будучи супертяжем, никогда не качался. Никогда он не занимался в журном зале. При таких габаритах 125 кг уступающий вес, 134 кг его нормальный вес. Он не качался вообще ни разу. Ребята, просто вздумайтесь в это. Вы говорите, что большими могут быть только химики? Вы еще до сих пор эту херню видите? Ребята, большими могут быть люди натуральные, которые просто по природе свои такие. Просто у него чемпионские данные, понимаете? Он родился чемпионом уже. Его генетике заложено быть чемпионом. Он, не тренируясь ничем, он все равно получил чемпионские габариты. Он не занимался качалкой. Просто бокс его развил сам по себе, в принципе. Он бы и без бокса был большим. Скорее всего, он просто был больше каким-то толстым, наверное, был бы. А так вот с помощью бокса был всегда более-менее в нормальной форме. Хотя он не был каким-то рельефным. То есть это был просто крупный мужик такой, да? Но очень мощный, очень сильный. То есть его удары это что-то невероятное. И когда я с ним тренировался, он мне говорил, что я зажатый. Да, будучи 67-70 кг веса, он мне говорил, что у меня мышечный корсет, плечи мои зажаты. То есть они закачаны. Из-за того, что я жал там штангу раньше очень много. То есть, ну, занимался тренажеркой, да, занимался с тяжестями. Это все закрепощало мой верхний плечевой комплекс. Я сейчас ввожу новый термин в область бодибилдинга вообще на YouTube. Я был закачанным дрищом. То есть дрищ может быть закачанным. Это абсолютно реально. Закачанный дрищ это вот новый термин, который я придумал для этого видео. Можете им пользоваться. Когда я шел на тренировку, допустим, занимался с тяжестями, у меня была боксерская тренировка через 1-2 дня. Я приходил к нему и когда на тренировке он мне говорил, он сразу по моих первых минутах тренировки он говорил, ты что, качался или что? То есть ты что-то зажатый, ты что-то сделал, ты был в тренажерке. Понимаете, он видел сразу же по мне, что я был в тренажерке. Он это сразу же видел, что я был зажатый. И я постоянно боролся с этой зажатощей мышечной. Насколько у меня это получилось, я не знаю. Я до сих пор с ней борюсь. Сейчас я уже вешу на почти 17 кг больше, чем в те времена. Это было не так давно. Это было 5 лет назад я боксом занимался. Еще 2 года назад я весил на 15 кг меньше. Сейчас я опять же не так активно занимаюсь боксом. Мы не проводим спарринги уже любительские, с друзьями с моими. Не проводим спарринги и на тренировках. Спарринги все-таки были у нас, потому что без спаррингов не научитесь боксировать вы никогда. И я не верю, что вы можете научиться боксировать без, собственно говоря, самого бокса, самого поединка, самого боя. Только в бою вы в этом учитесь. Реально, только в спаррингах, учебных спаррингах. Но сейчас я тоже борюсь с этой мышечной зажатостью, с этой мышечной закрепощенностью. Что я вам предлагаю делать? Переходим к конкретике практической части этого видео. В конце каждой своей тренировки вы идете и работаете на боксерском мешке. Это может быть 2-3 раунда, которые вы проводите на боксерском мешке. Можете 3-5. Больше 5 не нужно, этого хватит. Не нужно делать свою качалку для бодибилдинга превращать ее в боксерскую тренировку. Это несовместимая вещь, я вам сразу говорю. Нельзя быть одновременно и качком, и боксером. Это не работает. Или одно, что тренируем, то получаем. Если вы будете тренироваться как боксер, вы будете выглядеть как боксер, будете высушенным. И вам будет это тяжелее набрать массу. Особенно если вы ктоморхоке, то массу будет набираться очень сложно, будучи боксером. Поэтому 3-5 раундов. Я делаю обычно 2-3 раунда и все. 2-3 раунда по 3 минуты. С перерывами между ними 1 минута. Перед этим вы обязательно разминаетесь и работаете свои 2-3 раунда на мешке. Как это делать? В одном видео я вас не научу, как это делать правильно. Посмотрите просто со стороны, как это делаю я. Я постарался сделать это медленно, показал вам просто хотя бы базовую технику. попробуйте просто сильно не заморачиваться по поводу техники, а настройтесь просто на то, что вы будете работать на мешке быстро. Вам нужно бить быстро. В двух словах вам нужно бить всем телом. То есть ваш удар должен начинаться, вы не должны бить руками, вы должны бить всем корпусом. Ваш удар всегда начинается, если вы бьете левой, например, рукой, прямой левой обычный, джеб, то вы сначала разворачиваете носок ноги левой в сторону удара, потом разворачиваете колено, потом разворачиваете по цепи вверх, поднимаясь, бедро, потом вы разворачиваете свою спину, потом это все переходит на плечевой комплекс, и в конце ваши плечи разворачиваются уже вместе с спиной, и вашей руке ничего не остается, кроме как вылететь вперед и ударить по мешку. Рука должна быть в конечном итоге прямой. То есть прямая жесткая рука с выстреленным вперед плечом. То есть вот такое движение у вас происходит. В этот момент будет жесткость удара. Вам нужно просто делать все очень быстро. Старайтесь работать только над своей скоростью. В ближайшее время, вообще ближайшие, может, даже полгода-год. Не думайте о силе удара, как вы будете бить. Просто бейте максимально быстро. Вам для этого понадобится, к слову, так же само работают боковые и все остальные удары. То есть вы бьете корпусом, а не руками. Вообще руки участвуют по минимуму, мышцы рук. Участвует весь корпус, масса всего тела. Поэтому боксерские удары, они такие мощные, они такие опасные, на самом деле очень опасные. Если вы еще качаетесь, занимаетесь параллельно, хоть иногда боксом, это очень опасная штука. В жизни постарайтесь вообще этого не применять никогда. Это я вам просто рекомендую, не надо. Избегайте всех драк, это все не нужно. Я родился в очень неспокойном городе, я жил в Бердянске. И драться приходилось часто. Знаете, я знаю, что такое реально драка. Это опасная вещь. Это один-два удары, это инвалид, все. Поэтому применяйте это только для своего здоровья в тренажерном зале. Купите себе боксерские бинты, купите себе снарядные перчатки, желательно с гелевым наполнением, внутри не поролон, чтобы внутри был, а гель. Можете так и спросить у продавца, чтобы я хочу, чтобы наполнитель был гелевый. Возможно, это будет дороговасто, конечно, не знаю, сколько это будет стоить. Мне перчатки ехали, мне тренер заказывал через свою сестру. Они летели самолетом из Штатов, из Соединенных Штатов Америки ко мне летели. Вот. Вот фирму вы увидите в этом видео, которое я использую. Это не обязательно, именно эта фирма. Просто постарайтесь, чтобы они все-таки были с наполнительным гель. Это... Почему гель? Потому что он очень хорошо амортизирует, и вы менее травмируете свои руки. Просто амортизация идет за счет перчатки. Паролон не очень хорошо амортизирует. Также вам нужно купить бинты боксерские. Боксерские бинты наматывать нужно обязательно. Просто обязательно. Как будто вы гипсуете свою руку перед кажутся такой тренировкой. То есть не думайте, что если вы не боксер, то вам это не нужно. Очень легко повредить кости кистей. Вот эти маленькие косточки, которые находятся в кисти. Там их около 8 косточек. Я однажды одну из них сломал. Не на боксе, к слову. Просто сломал. И это не очень прикольно. Восстанавливаться нужно на 2,5 месяца. То есть дольше, чем при любых преломах. И заодно это маленькие косточки, блин. Ты ходишь потом в гипсу так долго. Поэтому постоянно бинтуйте руки. Купите бинты себе. Я рекомендую купить себе 5-ти метровые бинты. По крайней мере мне нравятся 5-ти метровые бинты. Они желательно должны быть эластичными. Опять же мне нравятся эластичные бинты. Покупайте 5-ти метровые, не 3-х метровые бинты. Вы можете попробовать и те, и другие купить. конечно, но у меня, скажу как и у меня, у меня 5-метровые эластичные бинты, мне нравится такими работать. Научитесь правильно бинтовать руку, я постараюсь вам, наверное, на следующее видео запишу вам, как правильно бинтовать руки, чтобы вы умели это делать грамотно, потому что лучше сразу учиться всему правильно, как делать это. И с помощью бинтов, с помощью снарядных перчаток только тогда приступайте к тем рекомендациям, которые я дал в этом видео, и только тогда отрабатывайте удары на мешке. Не бейте со всей дуры, со всей мощи, не надо, очень легко травмировать и сломать себе косточки, эти маленькие кости кисти. Просто работайте на скорость, максимально быстро работайте на мешке, как вы только можете. Если вы будете делать так, как я сказал, работая ногами, то вы будете в боксерской технике, то вы будете, ваше все тело будет становиться быстрее, все тело становится более быстрым и менее закрепощенным. Это то, что и нужно. Работайте в таком боксерском режиме. Если вы будете бить просто как не боксер, просто одними руками, то вы будете работать только над одними руками, а не над всем телом, поэтому я вам постарался дать хоть базу какую-то, чтобы вы начали уже это использовать. Все ваше тело, плечевой сустав, руки, ноги, спина, все это будет становиться более быстрым, и если вы будете заканчивать так свою каждую тренировку, вы будете разбрасывать свои, как мне тренер всегда говорил, разбросайся на мешке, разбросайся на мешке, то есть пойди после тренировки нужно разбросаться на боксерском мешке. Если это называется не груша, это называется боксерский мешок. Не бейте по нему ногами, не дурейте, это не нужно все. Боксерский мешок он для рук, все, бейте по нему только руками, и таким образом отрабатывайте свои удары. Это с ними закрепощение, и реально будут крутые результаты, ребята. Все, ребятушки, вот такое короткое видео, если понравилось, поделитесь с кем-то со своими друзьями, друзьями там, не знаю, лайки поставьте, задавайте вопросы под этим видео или в инстаграме, я стараюсь на них все отвечать. Все, удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok